Привет, Страж! Давненько у Трипл Вайп не выходило видео о дополнении Отвергнутые, что скажешь? В этом ролике я, Джонни Лейни, расскажу тебе о новых суперах-ультах, которые появятся в распоряжении игроков с выходом дополнения в сентябре. Во-первых, еще раз повторю для тех, кто пропустил. В Отвергнутых добавят новые суперы и перки. В общей сложности их будет 9, по 3 на каждый класс, по 1 на сап-класс. Сегодня я перечислю кратко все способности, но мы непременно вернемся к настройкам персонажей ближе к релизу Отвергнутых. Короче, лучше вместо долгого предисловия я начну, и так уж будет точно понятней. Разумеется, начну с Охотников. Сори, на этом канале они в фаворе. Пустотный сап-класс Охотника получит следующее обновление. Дымовая шашка, которая является заряженной рукопашной атакой, будет оставлять некую пустотную линию, которая будет замедлять врага и наносить урон. Благодаря еще одному перку, когда вы убиваете противников Крит, вы получите невидимость на непродолжительный срок и способность Истинное Зрение. То есть, вы будете видеть противников за укрытиями, как при использовании экзотического шлема Врага Искатель. Уж очень интересный и полезный бонус, но новый супер Ночного Охотника мне кажется вообще очень клевым. Называться он будет Спектральный Клинок, или вроде того, официального перевода всех новых способностей все еще нет. С активацией супера вы становитесь невидимым, а в руках у вас появляется два пустотных клинка. Очень мобильная и быстрая ульта выходит. И да, это очень похоже на Блейденсера из первой части, что вдвойне приятно для старичков игры. Переходим к Солнечному Сап-классу, моему любимому Стрелку. Метательный Поджигающий Нож также остается тут, как основная рукопашная атака. Если подожженный противник будет убить, способность перезарядиться, а также такой поджог врага будет быстрее откапливать энергию способности Уклонения. Обе эти способности тоже добавят больше мобильности классу, на мой взгляд. Ну а в качестве супера – Веер Огненных Метательных Ножей. Да-да, наверняка вы уже обращали внимание на эту способность при просмотре первых кадров дополнения. Сложно пока сказать, где эта ульта будет более востребована в ПВП или ПВЕ, но это в отличие от пустотного супера, о котором я сказал ранее, полностью новый опыт для охотников. Ну и последний – Электрический Сап-класс. Атака ближнего боя будет прокачана новым перком, благодаря которому игрок после подката, скольжения нанесет противнику увеличенный урон, выполнив апперкот. А скорость перезарядки после любой рукопашной атаки будет увеличена. Все электрические способности будут накладывать на противников некий дебаф, типа наэлектризованности. Если вы атакуете такого наэлектризованного врага, он будет еще и дезориентирован. Новый супер охотника-электрика будет так же, как и сейчас, использовать шест. Но не для атаки, а для обороны. Теперь вы будете раскручивать посох, словно джедаи, отражая все атаки противника. Так что эта способность больше направлена на некую саппорт роль для вашей команды. С охотниками разобрались, теперь титаны. Электрик от титанов получит новую рукопашную атаку, и она по сути выглядит как старый ульт. Ну вы посмотрите, если бы я не сказал вам, что это просто замена удару плечом, то вы бы были уверены, что это обычная ульта от титановоителя. Разумеется, урона от нее будет меньше, чем от ульты, но выглядит очень угрожающе. Благодаря второму перку сапп-класса, если вы подберете пачку патронов в подкате, то она, во-первых, автоматически подзарядится в ваше оружие, а во-вторых, увеличит урон на короткий промежуток времени. Для активной и агрессивной игры вполне сгодится. Ну а супер вы наверняка уже видели. Летающий как Кларк Кент Титан. Более управляемая и быстрая ульта Титана выглядит эффектно, и уверен, что и в бою так же будет полезно. Солнечный Титан. Что получит он? Он сделает еще один шаг к тому, чтобы стать огненным Тором. Поскольку рукопашный, заряженный атакой Титан будет метать огненный молот, который физически останется на поле боя. После извлечения этого молота, будет полностью восстановлена атака ближнего боя, и начнет откапливаться здоровье. Звучит очень круто. А посмотрите, как выглядит. Благодаря дополнительному перку, чем больше вы убьете противников с помощью огненных способностей, тем больше будете наносить урона. Ну и супер. Огромный пылающий двуручный молот. Вы можете бить им по земле, раскручивать вокруг себя, вызывая настоящее огненное торнадо. В общем, настоящее оружие Титана. А теперь посмотрим на пустотного Титана. Способность ближнего боя заставит врагов, убитых вашими руками, взрываться. А любые пустотные атаки крепят на врагов некий детонатор, который после взрыва, если зацепит рядом стоящих врагов, нацепит детонатор и на них. В общем, принцип как у фьюженки Телеста. Можно устроить настоящий фейерверк. Супер же теперь стал еще круче. Он по-прежнему использует щит, но теперь он создает перед вами большую стену, через которую можете стрелять вы, а вот выстрелы врага он поглотит. К тому же выстрелы через щит будут его продлевать, полезно как в ПВЕ, так и в командных режимах ПВП. Ну и теперь у нас осталось разобраться с варлоками. Пустотный варлок сможет использовать в качестве рукопашной атаки новую способность, создать некий заряд энергии на расстоянии и затем подорвать его. Также любые убийства с рукопашной атаки будут восстанавливать ее заряд и ваше здоровье. Супер у варлока новый, очень клевый. Называется Nova Warp. В нем вы будете телепортироваться на короткие расстояния, словно в блинке, накапливая пустотную энергию, которую затем будете высвобождать в сокрушительном ударе на своих врагов. Как сказали в Банжи, это прямо как в аниме. Если вы когда-то жаловались на то, что варлоки медлительны, забудьте, теперь будут летать быстрее всех. Способность ближнего боя электрического варлока теперь бросает шаровой молнией, которая в свою очередь может еще и взорваться. Убийство арковыми способностями будет иметь шанс создания разрядов свободного электричества, которые будут перемещаться к игроку по земле. Собрав такой заряд, вы восстановите заряд атаки своего варлока. Ну а новый супер вы наверняка тоже помните из первых видео об отвергнутых. Мощный луч электрической энергии и разрушительной силы. Уверен, что на битве с боссом, на рейде или налете такая способность будет пользоваться успехом. Ну и последнее, огненный варлок. Клинок зари. Способность ближнего боя поджигает противников, а вот союзников наоборот бафает и делает сильнее. Гранату можно будет превратить в некие снаряды, которые восстанавливают здоровье вашей команды и раскидывают арбы, дающие дополнительный щит. Ну а новый ульт воткнет ваш пылающий клинок в землю, создав вокруг него ауру большого радиуса, похожую на прокачанный раскол. Она будет восстанавливать здоровье и еще дополнительно усиливать атаку союзников. В общем, полноценный саппорт-класс для хорошей командной игры. Богато? Или скажете опять контента нет? По-моему, очень даже да. Стоит отдельно пояснить, что получить все эти способности сразу в день релиза 4 сентября нам не позволят. По словам разработчиков, мы будем получать новые способности в течение нескольких недель. Что с одной стороны можно назвать растягиванием, а с другой нам не нужно будет спешить, получили новые навыки и опробовали их в бою не спеша. А не будет такого, что хочется попробовать все и сразу, и в итоге глаза разбегаются. Одна новая способность будет доступна для каждого вашего персонажа в самом начале кампании 4 сентября. А две другие способности вы получите только после выполнения специальных квестов в эндгейм локации Город грез. Об этой локации, кстати, я рассказывал ранее в одном из видео, посмотрите, там много интересного. Я же сам больше всего заинтересован пустотными способностями Охотника и Варлока. Если они прямо кажутся настолько хороши, то возможно я на какое-то время пересяду с огненного саппласса. Посмотрим. На этом пока информация о новых сапплассах. Более подробное у нас в группе ВКонтакте, как всегда, там появляются статьи, проходите по ссылке, изучайте. Ну а пока спасибо за просмотр, пишите какой класс понравился больше всего, а я прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик и вот это вот все. Счастливо!